всем привет привет дорогие мои и это новинки каталога 4 2024 года часть 3 кстати да сегодня мы будем с вами смотреть еще новиночки их такое огромное количество в этом каталоге что просто бомба и так дорогие мои тени палетка детей для мамы и дочки стильная упаковка я их вчера уже попробовала перепробовала как вы видите да чуть-чуть немножечко есть крошечки очень красивая клевая классная мне она сразу с самого начала понравилось написано что тут составе безопасный ингредиент высокого качества матовые сатиновые блестящие оттенки для ярких образов и на каждый день не совсем согласна с качеством палетки честно вам скажу качество идет на четверочку есть оттенки которые шикарные есть оттенки которые то есть они сыплются они кладутся очень плохо их можно класть только пальчиком и так значит палетка теней а написано стильная упаковка из плотного картона с магнитным замком и большим зеркалом артикул 567 62 то есть такая вот красота так ну что ж начнем с вами делать swatch и раз два три и четыре вот этот оттенок он сыплется этот фиолетовый сильно очень я вчера немножечко поснимала обзор у меня сломался микрофон я поснимала обзор но безуспешно я его не выложила вот поэтому вам показываю да то есть вот тени честно скажу они как подложка может быть и ничего но по кисточке честно вам скажу вот пальчиком они хорошо наносится кисточкой они не наносятся практически следующая четверочка значит раз такой очень красивый оттенком у меня сегодня на глазах я вам его сегодня как раз таки покажу два оттеночек три и четыре вот матовые оттенки 5 давайте сделаем пять вот тут то есть вот такая вот красота видите этот прям зеркальный зеркальный такой я ведь и надавила и у меня тут появилась дырка то есть он ведь и так передвигается интересно то есть такой прикольный как будто там что то есть какая-то жидкость или еще что то да то есть вот 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 такая красота ну что ж поехали снимать сводчи тут все матовые оттенки это грубо говоря детские оттенки я бы так сказала потому что она глазах они не особо хорошо смотрятся вот так с ними сложно кашу сварить с ними реально сложно так вот тогда смотрим вроде бы так то здорово но вот даже вот этот фиолетовый он видите он крошится он крошится он плохо тушуется то есть он такой вот сам по себе и есть поэтому честно скажу что ну это так попаловаться то есть серьезный макияж с детской палеткой ну никак не сделать но это мое мнение так вот сейчас на мне конечно же тени по центру до которые лежат это эти вот тени то есть я беру такой вот кисточкой набираю как бы натираю то так вот они набираются и потом плотно плотно протягиваю вот тогда они лежат просто суперски прям великолепно ну и потом вот так подтушевать то есть блеск просто крутой на и крутейший потом кончиком также вот долго долго набираю вот таким образом да и кладу уже к центру глаза то есть их надо постепенно по чуть-чуть понемножку накладывать свете да то есть так вот они растят излишки убираются легко просто обычным пальчиком и как вы видите очень ярко наносится но если эта кисточка плоская и вы ее ведете как пальчиком то есть то же самое набрали на пальчик и прижали не сильно и вот так вот втерли провели тогда вот хорошо смотреться мне очень понравилось поэтому я сегодня дома нахожусь встречаю гостей и конечно эти оттеночки я взяла для себя ну и дальше все оттенки какие бы тут не были они в принципе вот этот работает также вот этот крошится очень сильно получается и вот этот голубой тоже если его пальчиком нанести потом подрастушевать с темным цветом он действительно вот смотреться хорошо вот ну давайте попробуем синий синий он тут самый такой пигментированный я бы сказала и нестираемый то есть я вот сюда вот так вот вниз положу синий цвет реально красивый вот я его с черным сейчас разбавляю он действительно здорово смотрится это самый стоящий наверное тут оттенок вот эти два самое стоящее по сравнению со всеми остальными то есть очень красивая такая синева получается да видите если же взять остальные другие оттенки да то есть если пальцем они кладутся до плотно идеально так же как вот эти вот блестюшки то кисточкой вот другой стороной доберу они уже так не кладутся видите их нет хотя на кисточке не есть накладываю вот и легкий легкий еле-еле оттеночек то есть тени вот такие дальше если мы с вами берем например тон анна тут все видите бель эльза фиона камилла алиса ариэль миа софия и анна да то есть вроде бы нормально и таким образом я могу положить тени но ведь и они пятнятся они точно также будут пятницы и на веках то есть не получается вот возьму чистую кисть на то есть чистую кисть возьму и постараюсь наложить кисточкой видите очень еле заметный оттеночек то есть это будет и видите вот это тоже то есть он стирается тушуется его практически не видно то есть но вот голубой отлично да синий верни отлично то есть голубой вот этот вот блестящий да где киска была это уже все киской стерла он тоже вроде бы хорошо так наносится но если мы берем другим концом кисточки чтоб цвета не перемешивался пытаемся что-то нанести ничего видите просто ничего то есть это вот пальчиковые такие тени для деток голубой то же самое цвет то есть пальчиком наносим вроде бы он есть да наносим кисточкой давайте возьмем вот кисточка вот он на кисточке стараемся накраситься его нету то есть это детские тени поняли да это абсолютно детские тени немножко вроде бы как и будут если их класть на какую-то подложку то есть они придадут глубины какой-то слегка голубизны но это не те тени которыми можно сделать самостоятельный макияж даже но может быть дневной еще ими можно сделать но никак не какой-то какой-либо вот и они конечно сыплются мощно то есть вот так на черный оттенок я кладу смотрится просто бомбово и я могла бы вам сказать вау какие крутые покупайте но мы с вами договорились что я вам всегда говорю правду и ну как ни странно как мне не жаль но эти тени конечно же они так не положатся как хотелось бы да то есть видите вроде бы ничего вроде бы вот так они лежат вроде бы что-то и есть хорошенькое но они во-первых мажут сильно очень и их нужно наносить только до до того что вы кладете консилер видите все посыпалось и пыльца такая образовалась да то есть то же самое светленький да вот сейчас кисточку я протерла то же самое вот этот светленький да то есть но нет его видите наношу кистью а он очень нежный еле-еле хотя если мы берем пальцы наносим он есть но когда мы начинаем растушевывать то что нанесли пальцем он практически пропадает вот то есть это чисто детская палетка честно вам скажу дети будут рады с удовольствием подарю ее вики и пусть она балуется свежей взгляду конечно можно придать я согласна но как взрослый вариант нет конечно это не серьезно то есть таким вот образом вот то есть не серьезно и вот снова можно блест с блестками вот эту голубизну перемешать и получится в принципе красиво здорово так насчет стойкости теней где-то может быть часов шесть начинают у меня века эти тяжелое века возрастное вот она видите все морщинки все я думаю это очень уже заметно да пусть 40 лет вот ну просто напоминаю свой возраст и конечно когда он забивается в морщинке вот как вы видите да иногда приходится эти тени подбирать вот таким образом я вам скажу а так в принципе палетка для того чтобы освежить какие-то там черные темные цвета еще что-то здорово великолепно но потом таки вот моя любимая пудра как видите уже заканчивается это blur effect 64 41 но потом таки хочется вот это дело все под убрать и все что осыпалась я вам серьезно говорю убрать сложно вот поэтому лучше сначала мы делаем макияж глаз если вам эти цвета эта палетка понравилась да или в там вы ее уже купили и вам хочется у дочки попользоваться то конечно она очень близка к детской безумно близка так вот такая вот красота хочется еще тут немножечко края растушевать да то разошлась да ну мне нравится я вам скажу честно палетка но более-менее достойная но все-таки она ближе к детской а взрослой вот это честно говорю сейчас но еще если вот эти тени нижние попробовать да хотя бы вот таким образом видите нет а пальцем они наносятся и можно рекламировать сколько хотите но потом когда вы начинаете это тушевать ведь это вот сколько прилипло на кожу столько и осталось в принципе то да не знаю как будет сыром виде но я предпочитаю чтоб палетка вот я даже набираю видите и она вот уже сыплется очень сильно то есть вот этот цвет он ну как бы видите сами поэтому чисто для детей будет здорово чисто вот так вот нанести и положить в угол глаза до в чистая века положить припечатать чтобы она вот осталась а потом вот это дело очень аккуратно растушевать действительно свет глубокий и красивый но обратите внимание на осыпание да то есть их очень нужно убирать но и обратите внимание на цвет мега крутой цвет мега крутой цвет то есть вот так берем еще раз да показываю припечатываем оставляем и вот уже потом тушуем вот тогда великолепно очень красиво мне нравится тут честно мне нравится такой цвет такой оттенок с удовольствием похожу а вот ну и ровно растушевать вот видите тут осыпалась то что прилипло тоже будет сложно это лучше делать пальчик а потом уже пудрой пудрой примешивать так то возможно да то есть возможно все но эти кисточкой не наносится только пальчиком если промазали пальчиком ну как бы менять с нами на себя они напачкают и внизу века и так далее они напачкают сейчас мы с вами подровняем приведем себя в человеческий вид крошится это мега проблемное крошильные очень тени но без пятен без всего и в принципе можно нанести можно но это как бы если человек хорошо владеет до техникой нанесения вообще теней сложновато или ребенок вот пальцем шлепнул и ему реально вот хорошо очень интересные тени честно скажу что держу такое впервые и честно скажу что необычно ими пользоваться то есть я к ним еле приноровилась если есть такое слово в русском языке да то есть еле их поняла как вообще ими пользоваться и так далее ну и конечно если хочется вниз нанести точь-точь такой же оттенок то нужно взять какую-либо губку или такую вот кисть так вот это и дело то или вот такую вот кисть плоскую до которая будет хорошо наносить то есть я ей как раз вот эти блестки наносила которая центральная вот эти вот блесточки набираем также косым кончиком смотрим что набралось и вот тут вот прорисовываю то есть таким вот образом а потом обычной кисточкой можно подтушевать если линия кажется слишком резкой вот ну я не знаю как бы у меня спорное мнение об этих тенях но для детей это мега крутые тени серьезно вам говорю для детей это просто шикарно такого качества детских теней в магазине вы не найдете и так я вам клянусь и вот эти вот на голубые тени тоже можно их вот так таким образом набрать видите на кисть они очень хорошо набираются и можно сюда вот так вот налепать вот этой кисточкой они как вы видите кладутся и глаз получается реально клевый классный цветной а что касается меня буду ли я пользоваться этой палетой буду она прикольная она классная но чтобы ее нанести и хорошо растушевать это конечно в первую очередь макияж глаз в первую очередь до макияж глаз а вторую очередь уже пойдет поедет тон чтобы вот осыпаний вот этих вот да не было тем более когда она забивается вот эти вот морщинки девчата ну это трэш просто трэш это очень сложно от этого как бы уйти да давайте подровняем но в принципе тени не такие приставучие чтобы вот знаете нанес тени и вот не знаешь как стереть как от них избавиться нет как бы можно их и смыть и подрастушевать вот вам вы например нанесли расстроились что вам ярко да взяли и кисточку да в белесую вот эту макнули пудру и прошлись и у вас моментально моментально то есть так загнули чтобы глаз не попасть да и моментально глазик посвежев и макияж уже более такой нежный легкий клевый симпатичный стал ну я не знаю мне понравилось я побалуюсь а потому что мне эту палетку викусь кинь отдать она ее или съест ли чуть с не сделает в общем да то есть ребятишки с таким стату с таким диагнозом да как у моей викуси у нас диагноз аутизм конечно она это не понимает она это не оценит и вот видите блески тут одни тут уже голубое тут уже фиолетовые и когда-то было черное ну в общем сами пишите как вам вот качество я вам показала как их наносить как они пользоваться тоже показала мне все нравится по идее но хотелось бы чтобы к примеру вот эти тени вот эти тени да чтоб они конечно также кожи прилипали как они вот прилипают в данном случае с пальца к руке да когда ты их начинаешь тушевать уже видите то что пятно которое прилипло вот оно и стойкое то есть тушевочка сложновато чтобы я вам сказала но можно сделать красиво и свежо и суперские получается такой цветной весенний шикарный макияж вот мне эти оттенки безумно идут они подчеркивают мои голубые линзы у меня свои глаза серые но я частенько покупаю голубые зеленые линзы ну какая ты же должна быть польза от минус 5 зрение у меня минус 5 четвертого класса вот операцию делать я боюсь честно скажу боюсь хотя у меня было пять операций но не на глаза на теле они были вот и я не знаю вообще шикарно просто шикарно на мой взгляд прямо совсем другое да одно дело черные тени другое дело вы добавили цвета в глаза и это ну по-другому абсолютно по-другому играет очень интересно можно сделать интересно клево классно и спокойно ну что ж тени все далее конечно же очень покорена вот этим бальзамом стиком для губ три с половиной миллилитра он очень классный он увлажняет и защищает нежную кожу также идет с увеличенным диаметром для быстрого нанесения ну и посмотрите какая тут красота ребята вы видите эту лапку да и очень плохо видно ну и давайте нанесем он абсолютно подходит и для детей и для женщин и для мужчин он абсолютно незаметный но он очень хорошо питает это я уже на практике поняла только я пользовалась вот так сбоку на то есть боковинкой чтобы не испортить могу сказать что действительно блеск достойный классный рада что его купила она тут такая вот мур кошечка с крылышками артикул 410 78 однозначно клёвая штучка вот вы знаете у меня часто бывает такой у мужа когда мы допустим уезжаем на какой-то курорт еще что-то у него первый день ужасно трескаются губы вот этот бальзам ему подойдет на сто процентов потому что он не блестит его не видно то есть он просто очень хорошо питает и все то есть отлично просто и такой слой знаете не жирный не блестящий он кладется тоненько нежненько здорово то есть он подойдет и деткам и взрослым такая классная штучка следующая красотка это лал абсолютно понравился этот аромат ребят наносила его вчера вечером чувствую до сих пор отпечаталась губа до чувствую до сих пор очень рада запах еле уловимый классный я ходила в душ на минуточку а запах остался нежный вот этот легкий приятный аромат мужу моему этот аромат не понравился это не озоновый не какой-то там легкий аромат это аромат такой сладенький черная смородина флер д'оранж и ваниль в нем нет ни капли свежести но он для меня до такой степени деликатный и приятный что я закажу его еще и еще сколько раз мне очень понравился ну конечно мы девочки очень любим когда нравится еще и мужу но вот к сожалению никак но я тут толстый слой нанесла да видно как он жирненький вот говорят растирать духи нельзя но я очень люблю их растирать и могу сказать что запах не поменялся до артикл 3817 красота наверно масляные духи можно растирать и по коже и по телу чтобы вот этот аромат от вас шел шикарный где хочется на то оно и масло 3817 артикул однозначно рекомендую на пробу я заказала на пробу и мне он этот аромат очень подошел 10 миллилитров не содержит спиртов и продуктов животного происхождения очень приятный аромат мега приятный для меня лично прямо что-то вот в нем есть такое что вот как кузненько вот знаете такое вот ощущение классно кстати вот эти угольно-черные тени а с артикулом 5842 у меня были у меня есть такая вот палетка refill для монотеней и у меня собраны туда все темные оттенки это глубокий коричневый угольно-черный сияющий графит и по моему коричневый нют ну по моему самые самые такие темные могу вам сказать что это супер просто 5842 хорошо тушится хорошо кладется можно сделать стрелочку можно сделать вот как у меня в самом начале ролика было до того как я сияющей детской палеткой начала краситься да то есть это шикарный просто угольно-черный прям безумно хорош безумно хорош у нас с вами в новой упаковке появляется эликсир для волос 30 миллилитров а значит мы наносим небольшое количество эликсира по всей длине сухих или влажных волос артикул 6799 что же он делает он реанимирует секущие кончики да действительно мои кончики вы тоже сегодня уже видели придает волосам здоровый вид да действительно и не утяжеляет пряди очень хорошая штучка конечно если с ним перебрать то он такой видите такой масляный если да если с ним сделать перебор то ну будет весельки и сосульки жирный блеск и так далее поэтому с ним нужно быть осторожно но он действительно глубоко питает и глубоко устанавливает это прям мега факт далее вот такая вот красота по чатам уже побежали про нее обзоры пока что негативных отзывов я не заметила такая вот мини бритвочка она тут очень была красиво упакована но все пришлось надо рвать потому что если вы тут вот этот квадратик оторвете который тут был она все равно не достается это идет компактный станок для бритья полоска салоя тут есть которая питает то есть так вот он отстегивается очень удобно легко тут есть крышечка которой закрывается бритва то есть все идеально все здорово вроде бы знаете вот я попробовал немножко вроде бы не царапает щадит кожу вроде бы ничего так здорово гладенько тут идет составе увлажняющая полоска с витамином е и экстрактом алоэ плюс 4 лезвия если увеличить то есть вот такая вот красота промывать будет легко удобно тут такая прорезиненная она по бокам очень сильно прорезинилась таким я сталкиваюсь впервые я чтоб так прорезинено было но и вот эта вот ручка тоже прорезинена бритвочка такая мини-мини очень интересная головка плавающая в меру да то есть не сильно но плавает тут хоть штучка дрючка торчит на то ладно а вот что у нее еще какие у меня есть качество то что идет удобная кнопка для быстрой смены кассеты она действительно очень удобная и полоски салой витамином е служит индикатором если они меняют цвет то значит лезвие пора заменить и состав пластик abc tpr и pp нержавеющая сталь размер 9 сантиметров артикул 910 519 такая вот малышка сейчас вот моей ванной если мне что-то не понравится какое-то применение и так далее конечно же в своей рубрике пустые баночки фаберлик я обязательно об этом расскажу дальше с артикулом 910 520 еще компания сделала сменные кассеты для бритья вот такой коробки а классные идут и каждая кассета еще идет закрывающейся крышечкой это тоже очень удобно и здорово я это оценила классно и великолепно материал abc тоже tpr pp нержавеющая сталь размер 5 и 2 сантиметра я считаю что ну нормальный такой наборчик и в дорогу классно взять то есть легонько хорошенькая розовая такая прикольная в общем будем смотреть как она к чему все-таки бритва должна уметь брить все а я бритвой очень часто пользуюсь поэтому будем с вами смотреть дальше вот еще такая вот штучка с артикулом 6788 это лифтинг полоски для моментальной коррекции век ну что ж может быть мне еще пока нечего когда же сказать да убирать или что я не знаю но так-то века более-менее возрастное тут очень сложно открыть я прошлый раз долго промучилась тут зип замочек и он очень тугой я уже доставала еле вот еле открыла вот полоски тут идут нескольких видов в каталоге показано как пользоваться одной то есть вот такие вот толстенькие но они тут как будто бы пополам да ну давайте вот одно отклеим чтобы вам уже показать такие вот толстенькие ну как будто они делятся пополам что ли или я их порвала и они не делятся я не знаю вот такие вот я сейчас наклеила грубо говоря на тональный крем извиняюсь конечно за свой не респектабельный внешний вид где-то шепнулась не заметила до царапинка да то есть они реально незаметные не не блестят они абсолютно матовые слегка может быть так давайте я вот так прям сильно увеличу слегка может быть их и видно но честно сказать они прям стираются со взгляда вот поэтому у кого тяжелые века однозначно можно взять попробовать потому что вещь очень сильно мега стойкой мне кажется что она в течение дня не отвадет и не отвалится плюсом ко всему есть еще вот такие полосочки сколько их то 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 20 таких вот еще полосочек давайте одну отклеим господи сколь она мало да лучше конечно это делать пинцетом вот то есть тоже ее незаметно и смотрите как она туго отклеивается то есть тянет за собой слегка кожу это говорит о том что она приклеиваться будет на ура очень очень хорошо в общем такая вот новинка клейте на века чтобы она была как лифтинг полоской до смотрелась для коррекции век интересная вещь конечно да далее такая вот красота это новейшие и яркие ароматы жидкое мыло да ну да перед вами прям стоит красавица а я не могу мне очень понравились все вот эти вот ароматы и я могу сказать что это во первых и дешево во вторых это большой объем в третьих это прям сильно не очень пенится то есть очень хорошо пенится и в четвертых у них очень яркие ароматы и они такие более-менее даже густые смотрите какой цвет и ну и какая консистенция аромат просто бесподобный ой не могу очень вкусно значит это у нас ананас и лайм 300 миллилитров 33 84 артикул далее у нас с вами витаминное жидкое мыло 33 83 артикул смородина и черника тоже это наверное самый такой спокойный кисленький очень приятный аромат прям с такой кислинкой свежинка кислинка вот это вот все боже мой очень вкусно очень вкусно далее это мыло я называю бабл гамм оно самое наверное мое любимое потому что оно напоминает мне вот эти вот детские жвачки которые у нас в детстве появлялись арбуз и дыня артикул 33 81 просто обалденный аромат я не могу это о это вообще круто очень вкусно прям кайфую прям кайфую так дальше вот такой еще насыщенный оттеночек это у нас идет с фруктовыми кислотами манго и папайя артикул 33 82 немножко на руку убежала ну очень вкусно очень вкусно как у меня папа раньше любил горит словно лизжу ешь капустный из какого-то мультика да то есть вообще манга прям вот папайя а прям один в один очень похоже оттеночки ну и последнее что хочется вам показать это конечно очень интересные пакеты впервые в жизни я такими пакетами пользуюсь так вот они выглядят изнутри наверное да самое самое последнее это у нас маленькие пакеты их тут 20 штучек приходят они в такой вот упаковочке набор пакетов 1 это набор пакетов лаванда то есть тут зип замочек тут двойной зип замочек артикул 910 516 они универсальные для хранения транспортировки заморозки герметичные двойной зип замок термоустойчивый от минус 20 до плюс 100 плюс 100 это что в них можно кипятить да есть поле для надписи маркером или ручкой вот такая вот суперская красотища у маленьких 20 штук размеры 20 на 23 они идут с артикулом 910 516 мак так и называются маленький набор пакетов для хранения лаванда маленьким то не такие хорошенькие тут реально такой крепкий зип замочек двойной то есть очень хорошо прям здорово получается вот то есть таких вот 20 пакетиков и они кстати ниш не шабаршашные такие знаете бывают прям вот вот как это а те они такие нежные не прям не шабаршат очень сильно так дальше с артиклом 910 517 идет набор пакетов для хранения лаванды тут их поменьше не 20 а 15 штучек но размер у них 27 с половиной на 33 сантиметра для тех кто любит делать заготовки это реально находка мне так кажется а ну вот и кстати поле у них для надписи эти вот две такие видите полосочки еле-еле заметны 15 штук одно откладываем значит такое тоже такой же рисунок лаванды очень красивый отсвечивает да и такой же двойной зип замочек пусть я их уже как видите открывала то есть крепко хорошо закрывается то есть мне очень очень понравились они прям хорошенькие такие приятненькие и они самостоятельно если закрылись они уже как бы не откроются да так сейчас сломаю 85 раз открываю закрываю вот то есть очень туго видите да красота там все супер ну что ж мои дорогие с вами была конова аня проект фаберлик онлайн и обзор новинок каталога фаберлик 4 2024 приятного просмотра впишите свои комментарии буду рада с вами пообщаться